Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Центральным событием этого дня можно смело назвать годовой отчет столичного градоначальника Дарина Киртака, который проходил на любимой им европейской клумбе. Выступить перед стенами мэрии он не решился. Штукатурка и фрагменты фасада непрерывно сыпятся на прохожих. 9 лет, проведенные Дариной Киртака, на посту Кишиневского мэра горожане отметили по-разному. Кто-то, не стесняясь выражениях в социальных сетях, описывал эти 9 лет. Кто-то, также не стесняясь, в выражениях толкал очередной застрявший на улице города троллейбус. Или ждал спасателей, застряв в люльке колеса обозрения. И сегодня же в столице стартовали публичные дискуссии на тему проведения референдума за отставку генерального примара муниципия Кишинева Дарина Киртака. С участниками этих дебатов мы и поговорим сегодня в нашем эфире. Муниципальный советник Станислав Артанян и экономический эксперт Сергей Ангурянов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. К обсуждению идеи референдума и тому, как состоялись дебаты, мы вернемся очень скоро. А пока первый вопрос. Слушая отчет столичного мэра, что бросилось в глаза? На что обратили внимание? Насколько этот отчет, на ваш взгляд, отражает реалии сегодняшнего дня и близок к тому, что должен сопровождаться торжественными праздничными фанфарами, как пытались сегодня организаторы этого отчета представить? Знаете, отчет мэра уже давно стал для нас таким, знаете, событием, где мэр представляет довольно-таки металломифологические даже свои достижения, которые не знаю где и не знаю в каком городе. Может он мэр другого города или себе, в своем представлении. В том отчете, который он представил устно, там не было никаких конкретных данных, были только популистические заявления, такие, что мы будем жить в новом городе, в лучшем городе, в европейском городе, так как до сих пор те 9 лет, которые он был у власти, еще не удалось ему до конца довести так называемый европейский город. Ну, 9 лет ожидания новой жизни, это много или мало, как вы думаете? Я думаю, что для города это много и это заметно каждому горожанину, или не только горожанину, даже гостям столицы, что у нас дела идут все хуже и хуже. Исторический центр исчезает и тот отчет, который мы так успели только так немножко поглядеть в него, содержит очень много информации, которая не подтверждена никакими документами. Информации, с которыми Примария вообще не знает, если она имеет какое-то влияние на них, потому что, скажем так, видел так быстро программу МРФ, которая вообще не зависит от Примарии, и это имплементировано Европейским банком по реконструкции и развитию. А что это за программу, уточните для зрителей? Это по утеплению и замену окон энергетическому улучшению зданий в муниципе Кишинев. И финансируется ЕБРР. Европейский банк по реконструкции и развитию. А столичный мэр считает это своими заслужениями? Это своими достижениями. Не знаю, почему, потому что этот программ уже несколько лет, как в Молдове, есть. И никакого Примария есть, Дарин Киртуак, свои отношения к этому не имеет. Также здесь я быстренько увидел, что есть освещение по бульварду Дачи. То, что могут заметить каждый водитель ночью, когда едет по бульварду Дачи, особенно в сторону аэропорта, что очень плохого качества данное освещение. Его даже обозвали бульвард Зебра, из-за того, как есть участки затемнения и участки осветления. То есть, с технической точки зрения, это совершенно не соответствует качествам нормального освещения уличного. Это даже иногда представляет собой опасности для прохожих и для водителей, так как может не заметить вовремя определенные опасности. То есть, и очень много других мелких таких информаций, которые вообще не знают, куда взяты. Это может они просто погуглили, как говорится, и что-то там написали, без того, чтобы иметь... Также видим здесь, что были сделаны еще где-то 400 или 300 новых играющих площадок для детей. В то время, как мы знаем, что очень много из них были уничтожены именно благодаря тем нелегальным конструкциям. И, то есть, данный отчет, если так взять, то думаю, что 80% из него вообще не... То есть, те, что примария вообще не имеет никакого отношения к нему, или фальшивая информация просто-напросто. Ваше впечатление от знакомства с отчетом генерального примара? Ну, давайте начнем с того, что отчет появился недавно на сайте, и буквально мы его распечатали перед... Ну, даже на первый взгляд, я думаю, что можно... Мы не успели изучить до конца, но действительно, некоторые вещи, ну, непонятно, откуда взялись. Несколько сотен рабочих мест, непонятно, где они. Детские площадки, хотелось бы посмотреть, какие адреса. 5 тысяч новых экологических парковок, мне бы хотелось бы увидеть, во-первых, где они. Во-вторых, что это означает, да. Это автомобиль превращается... Да, пока что все, что экологическое мы видим от них, это ночные вырубки деревьев, на Штефана Чалмаре подряд, в то время как из 400 деревьев, которые запланированы на вырубку ими, официальное лесное хозяйство признало, что всего лишь 26 больные. То есть, грубо говоря, для того, чтобы как можно быстрее сделать, закатать Штефана... В асфальт. В асфальт, как говорится, да, без того, чтобы показать, как будет выглядеть проект, они готовы просто так, по пути наименьшего сопротивления, все срубить к чертовой матери, чтобы побыстрее сделать сети и так далее. Много чего, по поводу Муреева тоже непонятно, какая ситуация. Вот я тут несколько вещей успел отметить. Дименуаре, континуа, коммерциал, неаторизация, страдал. И плюс, где-то было написано потом, что 10% уменьшение количества геретши и тараби, то есть будок и киосков. Ну, вы знаете, я вот живу на Рыжкановке, и многих жителей Рыжкановки подтвердят, к примеру, вокруг этой многострадальной кофейни, которая там чуть выше блинной, уже еще три новые кофейни появились. И буквально две из них, в том числе и Coffee Time, которые, как мы знаем, согласно расследованиям, Зиарл Дегард и антикоррупция принадлежат Лучану и кому-то из семи, то есть приближенные семьям, появились они буквально в течение двух недель. Но не это самое важное сейчас. Самое важное то, что сегодня, опять-таки, его отчет начался с тем, что он смешал все подряд, как говорится, знаете, он смешал все трагедии подряд, и те, в которых в том числе и косвенно виновны и он, и его подчиненные, в том числе и Ла Суакра, и женщина, которая, к сожалению, от Царства Небесного погибла вчера, он не сказал, сегодня он ни слова не сказал, не хотелось задать ему вопрос, но, опять-таки, если бы он начал задавать, например, на русском языке, он опять бы сказал, вот мы на Москве. Я поэтому промолчал, потому что мы знали, что будет заседание по референдуму. Он ничего не сказал про тех двух жертв, женщин, девушек, которые упали на аттракционе в центре города на площади, и причем эти старые аттракционы были поставлены там за личной подписью, за подписью именно Далины Киртуака. И вот как сегодня, опять-таки, буквально пару часов назад появилась информация, что старые аттракционы на Долине Рос сдали сбой, и 10 человек застряли где-то наверху, их снимали, что-то не чрезвычайная ситуация. Мы видим, последние несколько недель буквально и природа, и все вместе, и старое неуправляемое хозяйство городское начинает давать сбои, начиная от рушившихся зданий и заканчивая ветками, аттракционы. То есть все начинает рушиться, город просто перестал быть безопасным для людей. Что мы видим в ответ? В ответ мы видим стихию, в ответ мы видим старые советские, как он сказал, что там на Московском проспекте, чуть ли не одна из четырех причин, это старый строительный советский мусор, который якобы обнаружат там где-то внутри. То есть это уже вообще никакие ворота не лишено. Поэтому я думаю, что уже практически подавляющее большинство кишиневцев не обращают внимания на его отчеты по одной простой причине. Все понимают, что он делает эти отчеты для своих однопартийцев, и где-то может быть для каких-то институтов финансовых, чтобы еще как-то попытаться их уговорить о том, что их деньги идут напрямую с пользой. Но мы знаем, что это не так. Более того, вот интересный момент, кстати. Вчера во время заседания муниципального совета, где-то практически уже было ближе к шести, в премарии уже никого не было, кроме муниципальных советников. Мы увидели, как делегация, где-то без четверти, без двадцати шесть, делегация Европейского банка реконструкции и развития, четыре человека поднялись и вместе с премаром все в пятнадцатый кабинет, круг-круглый закрылись, втихаря, вечером, когда уже никого нету в премарии, начали что-то обсуждать. Это говорится о транспарентности. То есть днем, во время рабочего дня, на работе его практически никогда нету, а вот вечером, когда все уходят, он решает какие-то дела. Ситуация очень серьезная и хуже всего то, что думаю, что премар хочет, опять же, играть эту карту геополитики, потому как на все эти конкретные обвинения, что у нас есть куча нелегальных строек, что у нас практически исчезает исторический центр столицы, исторический центр города, которым гордятся все города вокруг, где приходят туристы, где мы должны что-то сделать и сохранить. И проблемы конкретные, вот с вырубками леса, с проблемами и много других, он отвечает на все, что это мы на Москве, или это что-то опять от врагов и так далее. Тем самым образом он пытается еще сохранить такую, скажем, тенденцию или разделенность общества на правых и левых, или на западных, восточных и так далее, и за счет этого еще как-то продержаться. Потому как, наверное, еще грядут большие контракты, большие проекты, и поэтому нужно еще доказать, что сила еще у него есть, что он еще по ситуации держит в контроле. Но думаю, что это еще недолго, ну как на конкретные проблемы не отвечать, и просто избегать их. И когда даже случилась вот та авария на Миронкостине, рухнуло, даже кусочек здания там пострадало, был ответ, что это из-за дождей, что вот как дожди виноваты. Да, стихия виновата, и не то, что там была изначально нелегальная стройка, что там изначально были нарушения нормы, что рыли котлован под 20 метров близ здания, за 4-5 метров от здания. Сваи не бетонные, а железные, там сэкономили. Сэкономили, то есть везде пытаются сэкономить, и только как-то больше ездить. Приведу простой пример. Вы многие, наверное, читали статью блогера, самого большого блогера российского, Арламова, которого нельзя заподозрить в том, что он какой-то односторонний. Он критикует российские города больше, чем, по-моему, любой другой блогер России. У него есть практически в каждый крупный и даже средний российский город, есть два, всегда есть два обзора. Две статьи. Хороший город, плохой город название. Хорошая Уфа, плохая Уфа. Или там хороший Питер, или плохой Питер. Так вот он приехал, к сожалению, он пытался найти хорошие стороны Кишинева. Я подозревал, что он скажет, что тут очень зеленый город, хорошее гостеприимство, много вина. И, в принципе, так он и написал. По поводу плохого, мы вот читаем его статьи, начиная от парковок, заканчивая стройками, пристройками, рекламой. Как будто мы увидим свою жизнь. Вот знаете, вот последние 4, 5, 6, 7, 8 лет, но разные люди по-разному борются количество лет. Мы это все увидели, все квинтэссенцию в одном материале. И причем человек, который приехал сюда на несколько дней, и он просто, это человек, который объездил полмира. Он был и в Африке, в Европе, в России, в Америке. Он видел города и строительство, и он участвует в Москве во многих градостроительных урбанистических проектах. Он знает, что такое, ну, у него есть, как говорится, как говорят, вкус в градостроительстве, плохое и хорошее, тем не менее, ему было с чем сравнивать, он полмира видел. И здесь, в столице европейского государства, он видит некоторые вещи, некоторые моменты, центр города, там, где Сан-Сити, он чуть ли не с Махачкалой сравнил. При всем уважении к Махачкале, тем не менее, это рядовой провинциальный российский город. Мы столица европейского государства, который географически в центре Европы. Хотим мы это или нет? То есть, это неспособность решать проблемы. Иногда даже пугает в том, что при появлении проблемы, решением, которое находит при Марии, обычно является еще большая проблема, которую они создают. Вот сейчас, например, с бульвардом Штефан Чалмаря, они рубят там все деревья. И исходя из той трагической ситуации, которая произошла, когда женщина умерла из-за падения куска дерева, единственное, что будет у них сейчас как решение, это срубить опять же все деревья, потому что так будет легче всем. И они, наверное, там сделают парковки или не знаю что. То есть, то решение, которое предлагается, и даже тот зеленый город, которого мы знаем, и которым мы гордимся, что вот у нас хотя бы эта зеленая часть прячет иногда наши рекламные паннои, наши не очень так красивые издания, которые появляются очень быстро сейчас. То есть, и эта зеленая часть исчезнет, и останется просто бетон и асфальт. И вот это все, что будет, если мы не прекратим. Потому что нет определенного этого плана, нет урбанистического ведения, как должен дальше Кишинова развиваться. Нету стратегии развития. Нету стратегии. И это при том, что я так понимаю, что столичные мэры прячутся за маску жертвенности тем, что он является жертвой. Это отдельно. Виктимизация это его конек. Но, кстати, я извиняюсь, что я перебиваю, я считаю, что вообще наш зеленый город могла быть нашей фишкой, которая выделяла нас среди многих европейских столиц. Действительно, многие столицы там практически все один бетон. Да, красиво, сделано урбанистическим. Но, тем не менее, такого количества зелени очень мало в городах. Это же здоровье горожан. Это просто очень красиво. Еще один последний момент по поводу отчета, очень важный. И уже, я думаю, мы можем перейти к другим темам, потому что тут не о чем говорить. Он несколько раз сегодня говорил о том, что у него оказывается в муниципальном совете блокаж. То есть, когда практически все советники, кроме либеральной партии, и иногда либерал-демократ и демократ один, работают вместе над конкретными проектами, забывая о политике, и действительно забывая, да, действительно, за последние полгода, вот вчера был единственный момент, когда разгорелись опять по поводу буквально одного момента в программе, когда либералы были там, по поводу названия языка, там, румынский или государственный. И то в итоге мы приняли, более того, мы настояли, чтобы остался перевод на русский язык и так далее. Но вопрос другой. Когда советники поняли, даже те, которые проевропейские, народная европейская партия, партия в названии, которой написано Европа, поняли, что с этим человеком невозможно договариваться, с этой командой, эта команда не может держать слово, они отошли. Сначала отошел Штифанинцы, потом отошла вся фракция. И когда в течение последнего, там, 7-8 месяцев, худо-бедно, со скрежетом, с проблемами периодическими, там, иногда мы что-то... Но как-то все это решается. Но как-то идет вперед, какие-то вопросы... Мы дойдем до этого. У нас есть повестка дня новая. И там очень важнейший вопрос, начиная от электронного голосования, начиная от ГИШЕУНИК, там, единое окно, и заканчивая в том же, тот же самый регламент, в котором есть очень важные вещи. Наконец-то появился. В Гражданском обществе, Консилию Муниципалу, где партия Чапаре, и так далее. Ну, мы до этого дойдем. И он называет это блокажем. Блокажем это то, что мы не даем ему голосовать за земельные вопросы пакетами. Блокажем это то, что на всех комиссиях мы призываем, приглашаем различные телеканалы, и в том числе и ваш телеканал, от ЧНТВ, за что отдельное спасибо. И приветствия, и релетатия лайв приходит. То есть, для него это блокаж, потому что он привык за эти 8 лет, чтобы Муниципальный Совет был предатком примарии. Его предатком, который просто... Машина голосования. Голосования. В ответ на какие-то... Мы сами понимаем на что. На наличные деньги. Потому что, начиная от разбазаривания земельных участков и заканчивая продвижением каких-то интересов, каких-то крупных компаний, все шло, как говорится, мимо кассы, мимо лечитации, мимо бюджета. Все шло в карманы и муниципальных советников некоторых, в прошлых советах, распилы, и, конечно же, экзекутива. А те, кто отказывались платить, либо не хотели, не могли, у которых все было нормально с документами... Могли годами ждать. Да, правильно. Их проекты годами лежали, и до сих пор лежат. Только вот сейчас мы пытаемся, какие-то вещи мы начинаем вскрывать. То есть, не было никакой системы, коррупционные схемы действовали очень... Отлажены как механизмы. Хорошо в такой системе, где нет никакого порядка. Создание этого гешеуника, думаю, что определенную часть из этих проблем, ну, не все проблемы, но определенную большую часть этих проблем решит. И против чего явно выступает вот Примаркер Туак и его команда. То есть, далее... Это отъем какой-то части кормушки, которая... Это блокаж, это опять же то, что не дают им голосовать так, как они до сих пор все это голосовали пакетом по 300 вопросов, где никто никогда не разбирался. Это незаконно даже. Уже не говоря об электронном голосовании, там, где не только видно, сколько голосов, во-вторых, главное, сколько человек в зале, и в-третьих, потом, чтобы любой человек, где появилась проблемная стойка у него под носом, либо какое-то нелегальное решение, которое он считает, что его права затронуты, или что-то происходит, какая-то трагедия, чтобы любой человек зашел на сайт примарии, нашел это решение и увидел бы, кто за что голосовал поименно, чтобы все знали, кто виноват в этом. Так вот, электронное голосование они тоже не хотят, а вчера, кто видел вчерашнее заседание, это просто классический пример, когда либералы ждали, когда у них будет большинство, кто-то выходил, кто-то заходил, они ждали, пока их человек придет, они орали, кричали, затягивали время, то есть был бардак полнейший, крик, ор, гул, по 15 раз снова пересчитывали людей специально, потому что им не хватало каких-то голосов. В электронном голосовании все просто, у тебя есть карточка, ты нажимаешь кнопку, все, система зарегистрировала, ты есть, тебя нет, и там все видно автоматически, доля секунды, это 21 век, у нас есть шанс муниципалитету показать всей Молдове, другим муниципием и парламенту, который также, сколько, 13 миллионов, чего-то, огромные деньги потратили до сих пор, им удобнее, система не, но моратория, потому что тоже, тоже по вечерам бывает так, что уже половина парламента сидят, уже кушают и пьют чай, а проекты проводятся чуть ли на грани, там непонятно, никто не видит, потому что даже прессу не пускает парламент, поэтому есть вещи, которые двигаются вперед, тем не менее, он говорит про блокаж, это вопрос о блокаже. Ну вот сегодня, наблюдая за тем, как проходили дискуссии по поводу организации референдума об отставке Далине Киртака, я обратил внимание на, так сказать, фразу, произнесенную моей коллегой, о том, что фактически нам, кишиневцам, уже давно объявлена война, и даже несмотря на вот этот образ жертвенности у полководца, ведущего свои несметные войска, воинов, которые уничтожают на наших глазах, Кишинев, эта маска жертвенности, в принципе, уже не должна обмануть кишиневцев, и реальные поступки человека доказывают, что, наверное, действительно, этому городу объявленная война на уничтожение. Ведь смотрите, уничтожаются легкие города, затем мы теряем историческую особенность, особенность этого города. Мы теряем территории, на которых могли быть и расширяться парковые зоны, создаваться детские площадки, может быть, какие-то нужные городу, спортивные сооружения и аттракционы. Тем не менее, почему-то все это превращается в леи метры, то есть метр за леей, леи за метр. И все, и только это интересует власть на сегодня. Я не понимаю, ну, не думаю, что так катастрофически стоит ситуация, срочно всех сейчас наделить жилыми метрами и таким образом решить жилищную проблему города. Мне кажется, тем более за такие деньги, которые продаются жилье в Кишине. Можно я дам короткий пример? Значит, несколько дней назад мы совершенно случайно узнали, что градостроительный совет, на котором архитекторы рассматривают различные проекты, внезапно был выездным и прошел в пригороде Кодру. Рассматривали генплан Кодру, так вот второй вопрос, знаменитый Гаудианус. Мы случайно узнали, мы с моим коллегой Александром Одинцовым, который также является членом земельной комиссии, поехали туда, пригласили камеры и дождались второго вопроса. И вот женщина, которая представляла этот проект, когда ей задали вопрос по поводу, вы знаете, и там и так две стройки уже идет, напротив и сбоку. И вот если еще будет третья стройка, огромный комплекс, учитывая какой трафик, какие пробки по утрам там сверху идут, как будут машины въезжать, заезжать. То есть в генеральном плане учтено то, что там должна быть дорожная развязка. Новая, современная. Разгрузила бы часть города. Должна быть переделана. Так вот, знаете, она на что ответила? Она ответила, ну, вы знаете, мы не можем ждать, пока город пока город изменит эту развязку, приведет ее в соответствии с государственным планом. Мы не можем так, мы должны строить квадратные метры. То есть вот, чтобы вы понимали, вот их ответ. На данном месте, что нужно делать городу? У них бизнес. Я уже не говорю о том, что эта компания приближенная, там, прокладка, компания D&D, Дырда, это уже отдельный вопрос, это уже никого не удивит, что все жирные места. Нет, ну это просто нам дает понять, на каком уровне их аргументации. Аргументация вот такого уровня, что не важно, что у нас город, что там должна быть развязка, что особенно вот это монумент. Я считаю, что кинотеатр Гаудиамус и та зона, которая там просто его уничтожает и строит другой комплекс, которых их очень много в Кишиневе, их везде есть, не только в Кишиневе, это, я считаю, преступление против города, преступление даже против истории, против нас всех. Но они видят это по-другому. Когда вот даже Грузаву задали вопрос, что там будет, он не начал отвечать, почему это. То есть он начал определять своими техническими нормами, как бы запутать их. Это очень широко использованный пример в Примарии, когда начинаются там, что будут аксиальные, вертикальные, не знаю, какие-то там строения начинают, что сваи будут, так или сяк. То есть ребята, не о том вопрос, вопрос о том, почему вы разрушаете монумент исторический и строите там не знаю что. То есть такая же проблема вокруг посольства Франции, то, что случилось. Это определенная катастрофа сейчас уже в Примарии. И нарушение международных норм вблизи дипломатического представительства. И они уже уходят оттуда, они уже ищут новое место для посольства, потому что они уже поняли, что там уже дальше им не дадут работать. Самое забавное, что у Примарии позиция, что ой, а как это там появилось? На самом деле, это здание, огромный комплекс, ой, а откуда это? Кто подписал? Кто это сделал вообще? Ну, после дождя грибы вырос. Ну, случайно выросло, за один день выросло такое здание. То есть это феноменальное, даже я бы не сказал, что незнание. Иногда вот люди говорят, ну, например, он молодой, еще не знает, или упустил как-то из своих рук. Нет, ребята, уже это не то, чтобы упустил, это уже сознательно, люди знают, к чему идут, сознательно вот эта некомпетентность проявляется, и проявляется в преступной, даже на грани с преступной халатностью, потому что те постройки, те исчезновения исторических документов, исторических монументов, это считаю, что это потом будет объектом расследования в будущем, но когда, наверное, изменится немножко. Мне кажется, многое из того, что уже утеряно, вернуть будет практически невозможно. А эти коробки, они останутся. Но задумывался ли кто-то, а какова гарантия, сколько лет вот этим новостроям дано, для того, чтобы понять, например, дома, построены в советское время, там где-то от 50-ти и дальше лет, ну, какие-то сроки эксплуатации. А эти дома, сколько могут будут эксплуатироваться? Вообще задавался кто-то вопросом? Я думаю, на данный момент это не самый главный вопрос. Не дай бог, если будет большое землетрясение, если они на этапе проектирования, у них обваливаются фундаменты, то о каком качестве строительства может идти речь в некоторых случаях, мы не знаем. Дай бог, чтобы мы не узнали, дай бог, чтобы не было землетрясения, и мы на жертвах узнали бы, насколько некомпетентна эта примария. Но, к сожалению, даже без землетрясения и без здания у нас есть жертвы, и никто не несет никакой ответственности. Влад Сфакра понес пока ответственность только владелец, хотя мы прекрасно сколько раз было, по аттракциону в центре города девушки упали, а если бы это были маленькие дети, если бы они разбили голову, не дай бог, они умерли бы. Кто бы был виноват? Опять бы этот парень, который кнопку нажимает, не знаю, или билеты продает. Про качество зданий можно судить по косвенным показателям, потому как пытаются сделать эти стройки очень быстро, чтобы как-то кто-то не заподозрит, что они нелегальны или остановить. То есть про качество даже не говорится, потому что здесь нет времени, потому что есть определенные сроки для того, чтобы не строиться здание высокое за очень быстрые стройки, потому что там есть осадка грунта, там есть определенные технические моменты, которые должны быть учитаны. Но здесь идет речь о том, что как меньше вложить, как больше потом денег снять с этого. То есть очень простая математика и в этой простой математике нет места для очень умных людей, для очень сознательных людей, которые бы там проконтролировать, чтобы все было качественно, чтобы все было именно по нормам. Потому что у нас и нормативы уже они могут интерпретировать их. То есть нет уже таких определенных органов, везде все решается за деньги. То есть и это потом как-то нам боюсь, что аукнется. Но когда аукнется уже эти люди, которые все это дело подписали, все это дело нам дали в подарок, уже будут, наверное, и далеко. Да, я понимаю, что ответственность размыта. И тем не менее, я вижу в этом референдуме, о котором сегодня шла речь, тот элемент ответственности или тот элемент спроса с конкретных лиц за содеянное. Ну, если вернуться к этому референдуму в нашем разговоре, то вот как проходили дискуссии и какова перспектива этого плебисцита с учетом определенных каких-то юридических нюансов? Ну, давайте так. Во-первых, я думаю, что ни у кого нет сомнений в Кишиневе, что Кишинев нужно спасать. И спасать нужно как можно быстрее. Два, мы прекрасно понимаем, что пока сегодня политическая ситуация наверху, на уровне парламента такая, какая она есть, пока нашему верховному правителю, демпартии, кто содержит демпартию и контролирует все, имя которого нельзя произносить слух. Мы все его знают, на букву «Б», господин Плохотнюк, пока он в хороших отношениях с господином Гимпу, Киртака пока еще не прикасаем. Но, тем не менее, какие-то сигналы ему подаются, в том числе через ЧНА, через Котец, Блажа и так далее. Но, исходя из этого, опускать руки нельзя. Надо использовать все легальные способы для того, чтобы добиться отстатки. И референдум – это один из способов, который и легален, и возможен. Вопрос теперь в другом. Действительно назрела необходимость, чтобы референдум был проектом общегородским, потому что уже настолько всех досталась ситуация, что тут уже не до политики, не до партии, не до пиара, не до ничего. Уже просто вот так, уже все. Уже надо просто избавиться от этого. А уже потом, когда справедливость восторжествует, и желательно, чтобы он, Киртака, да и многие другие, и вся его клан оказалась рядом с Филатом, потому что там и место. Потому что мы прекрасно понимаем, если как только Гимпу перестанет быть нужен Плохотнюку, за Киртака приедут, за полчаса его упакуют, как Филат. У него даже нет прикосновенности. Он не успеет даже пикнуть, он не успеет даже добежать до Гара Феруэра, до железнодорожного вокзала, чтобы ему господин допала, купил билет на Кишинев-Ясн. Ну, попрощаться с близкими ему дадут, я надеюсь. Поэтому, тем не менее, пока это не произошло, нужно делать все возможное для референдума. Референдум должен быть общим кишиневским проектом, внеизвестность партии. Любые партии, любые гражданские организации, любые активисты, партии парламентские, внепарламентские, партии в Монсовете, вне Монсовете должны объединить усилия и привнести, кто сколько может, в копилку этого референдума. Это тоже будет, на наш взгляд, общий гражданский проект. Для того, чтобы, в том числе у властей, не складывалось впечатление, что давая ход этому общегораданскому проекту, они поддерживают какую-то политическую силу, чтобы они понимали, что это желание кишиневцев. Я сейчас скажу одну простую вещь, которую у многих на устах, я думаю, уверенность, что и Демпартия, и Плохотнюк, его аналитики понимают. Как ни парадоксально бы это звучало, если Плохотнюк сегодня демонстративно сажает Дарина Киртаков в тюрьму, он себе наберет несколько процентов очков. При всем своем антирейтинге, вот именно этот ход мог бы хоть как-то поднять. Ему или его кандидату будут... Как призыв, если, господин Плохотнюк, у вас есть свой кандидат на президента, Лупу, Канду, либо любой другой, Филипп, посадите Дарина Киртаков в тюрьму. Многие люди, вы получите энное количество голосов. И осудите это публичное. Но до этого, пока Плохотнюк думает, люди не должны не сидеть молча, люди должны организовываться. Ожидать, что политик вдруг решится. Мы должны понять, что это общегородской проект. Это проект всех кишиневцев, это проект всего города. И каждый житель города, который любит свой город, и который хочет, чтобы этот город не исчез. Потому что из-за некомпетентности, из-за злого умысла, из-за того, что все продается, и все так решается, как в последние 9 лет, как у нас другая власть. Я думаю, что и раньше тоже было не очень-то, но сейчас это очень все явно, и очень все так, потому что все схемы завязаны именно на одном человеке. И держа именно на Дарине Киртуака, как на штыре. Потому что где-то он как-то закрывает глаза, где-то он... Сейчас будет глупо говорить, что он не знал про махинации к отеца. Когда взяли к отеца, он сказал, что вот я что-то там не довел, не до... Сейчас глупо говорить, что в фирмарии нету коррупции. ЧНА увидел. И он слышал, что он не знал про лечитацию Сема-Форс-Сервис. То есть 30 лет одна компания руководила светофоры, и он говорит, о, а я не знал, что оказывается произошло лечитация. Произошло, да. Как раз так. Ну вот... И говорить о том, что я опять же... Это по меньшей мере некомпетентность, а побольше... Преступная халатность. Я вот, когда вот сегодня ехал сюда, вот думал по поводу общегражданского вот этого движения. Вот мое личное мнение, оно... Почему бы и нет? Может называться что-то типа Дарин, уходи, либо Дарин, пляко. Все. И причем вот в этих двух словах есть два смысла. Один смысл, что его не Киртака, уходи, или господин Кирилл, а Дарин. А это о том преимущественном отношении. То есть это вот уровень Дарин, который... И уходи, это то, что хотят кишиневцы. Без никаких партийных флагов, без никаких партийных... Дарин, уходи. Вот прямо даже есть лозунг компании. Мне кажется, можно было под этим лозунгом объединить всех кишиневцев. Но сегодняшняя дискуссия, этим дискуссиям предшествовал призыв к этим дискуссиям. Я так понимаю, отзыв был достаточно активным. Вот на ваш взгляд, вот находясь во время обсуждения возможного референдума, как проходила... Проходили дебаты? Были ли общие точки? Или очень много опять разнополярных мнений? Нет, в целом все более-менее были в одной конве. У разных людей было различное понимание какие-то моменты. Кто-то говорил, что должно быть больше вовлечения партийных структур. Кто-то говорил, что партий нужно меньше выколачивать. Кто-то говорил о том, что, к примеру, вот если уйдет Дарин, кого другого. То есть организационные моменты. Но, в принципе, все сошлись воедино. Неважно, какие партии, Кишинев надо спасать. Больше так не может продолжаться. Это уже просто опасно для жизни. Люди погибают. Никто не несет ответственности. Да, понимаю. Но такой момент. А что дальше? Вот сейчас прошли первые такие публичные обсуждения референдума. Как дальше реализовать эту, в общем-то, эту идею? Ну, есть, далее есть два пути. Один легкий, один более трудный, скажем так, на мой взгляд. Но всегда хочется идти по-легкому. Всегда хочется идти по-легкому. Но насколько, какой из них реальный? По-легкому, если проект по референдуму примет муниципальный совет. Для этого нужны голоса всех партий, ну, кроме либеральных, наверное, там хватает. 34 голоса нужны из 51. Как раз минус 51, минус 17 либералов. То есть нужны проголосовать все, кроме либералов. Но здесь я считаю, что если либералы такие вот, они хотят доказать, что честные, что они не боятся, что голос народа для них важнее всего, и для европейских ценностей, и так далее, и так далее. То есть они пусть докажут свою, пусть пока проголосуют за этот проект референдума. Если они уверены, что Киртуак прав, что он не сделал ничего плохого, и они смогут людям это доказать, и в конце концов после референдума выйдет так, что, не знаю, 80% проголосовало против, скажем так, теоретически, если это возможно, то это для них им на руку. То есть они не должны бояться. То, что произойдет, и они будут отпираться очень сильно, и думаю, что с ними будут также отпираться и от Демпартии, и от других партий. Не знаю, от либерал-демократов, потому что здесь еще как бы вопрос такой двойственный. Но Демпартия и либеральная партия, они знаем, что сейчас представляют власти, вместе идут. То есть здесь вот именно вопрос такой, то есть первый путь, мы сказали, через муниципальный совет. Если это пройдет, то проголосуется дата референдума, она уже знакома и так далее. Второе, это уже сбор подписей. Здесь нужно собрать 60 тысяч подписей, и нужно с этой инициативой уже идти к ЦИК. ЦИК уже дает свое согласие на это, и назначается референдум. Но это более трудный путь, так как здесь нужны определенные ресурсы, определенное время, нужна работа с людьми и так далее. Здесь опять же может произойти такая же ситуация, когда ЦИК 240 тысяч голосов сказал, что это ненормально. То есть платформу, да, имеем в виду. То есть здесь могут быть разные ситуации. Надеемся, надеемся, что эти ситуации не произойдут, потому что иначе мы потеряем город, иначе мы потеряем вообще, что еще осталось красивого из этой нашей столицы, которой мы считаем, что это европейская. То есть когда люди приходят, европейцы сюда, даже не европейцы, они видят довольно удручающую картину, где мы не знаем, что показать. Мы, наверное, лучше всего говорим, давайте пойдем по пригородам, пойдем не по пригородам, куда вне. Сразу в Криково. В Криково, да, в подвалах, потому что здесь не... Там, во-первых, темно и много вина. Давайте по поводу референдума несколько точек важных. Значит, мы считаем, что в идеале и по закону референдум не может проходить вместе с другими выборами там минус за 120 дней. То есть в идеале референдум хорошо бы провести одновременно с президентским выборами, если они все-таки состоятся. Поскольку сейчас нет пока других условий для того, чтобы президентские выборы были отменены пока что. Хотя мы знаем, что у нас конституционный суд в любой момент может быть. В любой момент может быть. Давайте не будем еще предполагать. Да, неважно. Если это не лишнее слово. Сейчас, на данный момент, пока официальные власти 30 октября работали. В идеале 30 октября одновременно с президентскими проходит референдум по отставке Дарина Киртака. Это что нам делает? Это, а, нам экономить деньги, это очень важно. Это нам повышает явку. То есть люди, вместо того, чтобы идти два раза на голосование, они пойдут один раз, проголосуют и за президента, и по поводу Киртака. Устали они Киртака, либо они хотят, чтобы он еще дальше разрушал город. Это первое. Второе. По поводу инициативной группы. Я думаю, в любом случае надеяться на то, что муниципальные советники проголосуют, это хорошо, но нужно идти параллельно. Мы прекрасно понимаем, что хотим мы, это не хотим, но есть один человек, 34, как минимум один демократ, который гимн говорит, что он не проголосует, господин Абарок, и надо как бы, с ним будем работать, или с ним будет работать и народная европейская партия. Сегодня об этом господин Абарок говорил. И он призвал, чтобы гражданские активисты и кишиневцы не давили бы, но просили бы его и убеждали бы в том, что надо голосовать. Но мы все понимаем, сколько денег было вложено в компанию Моники Бабук. То есть этот голос, он практически золотой в прямом смысле слова. Так вот, мы знаем, что этот человек будет делать то, что ему скажут сверху. То, что ему скажут сверху руководство. И знаем, кто. Поэтому, то есть, как говорится, на кого-то надейся, он никто-то сам не плачет. То есть на плохотника надеяться нельзя. Мы должны работать, кишиневцы должны брать все в свои руки и пытаться делать все, что можно. Понятно, что суд может сказать, что нарить имей, как было за несколько лет назад тогда, когда мы его собрали. И причем, эту судью через месяц тимовки уволили за коррупцию. Это другой вопрос. Но мы должны делать все, что от нас зависящее. Знаете, как в этом анекдоте про билетик. То есть купить все от билетика, потом попросить. Так вот, мы сказали, фракции партии социалистов, мы готовы в любой момент, хоть завтра, делегировать в инициативную группу, которая может состоять и из 30 минимумных людей, но может и тысячи, и две, и три. Как минимум 300 человек. Более-менее хорошо подготовленных, которые могут хоть завтра взять аргументацию и пойти собирать подписи. Поскольку мы знаем, что только те, кто официально зарегистрированы как в инициативной группе могут собрать подписи. Также господин Нандой или Лутенко сегодня из Народной Европейской партии подтвердили, что они инициировали онлайн сбор информации о тех людях, которые хотят быть в инициативной группе и набрали тоже около 300 человек. Грубо говоря, вот 300 плюс 300 это уже 600 человек. Плюс вот эта инициативная группа, которая была сегодня, люди, которые собрались сегодня, плюс те, которые не пришли, но также смотрели нас. Я уверен, что тоже наберется несколько сотен активных граждан. То есть, грубо говоря, у нас следующее заседание подобное сегодняшнему будет через неделю, насколько я понял, в четверг, в четверг, в четверг, в который уже будет более детальное обсуждение, когда будем формировать эту группу. Грубо говоря, не проблема собрать около 1000 человек и инициативную группу. Конечно, вот так и будет. Для того, чтобы референдум инициировался, необходимо 10% голосов, 10% от тех, в муниципе Тишинево. Это около 60 тысяч, 60-65 тысяч. Грубо говоря, если это 1000 человек, 60 тысяч человек, это, грубо говоря, один человек должен подписать, ну, 60 человек. Это не настолько тяжело. Это буквально пройтись 2-3-4 дома вокруг и спросить, довольны ли вы тем, что происходит в городе. Я думаю, что и листов не хватает. Да, и взять листки, попросить паспортные данные, заполнить, все было, чтобы чисто, корректно прийти в общегородской гражданский штаб. Как это были штабы делались во многих городах. Вот, к примеру, хорошая идея была, если кто-то помнит выборы в Москве, там, Навальный против Собянина. У Навального был такой вот штаб, где люди приходили, даже которые не поддерживали Навального, но им не нравился Собянин. Они приходили, брали листовки, брали информацию и шли дальше. Приходили, приносили информацию. То есть, должен быть какой-то единый центр, и он будет. Сегодня наша фракция сказала, что мы готовы в том числе и способствовать этому, чтобы это было какое-то нейтральное место, какой-то офис, общегражданский штраф, ну, назовите его по спасению Кишинева, по референдуму, и назначать эту кампанию, как бы она ни называлась. Дарину Хадин, Дарину Хадин. Здесь очень важно понять, что это будет не партийное, даже если будут участвовать люди из партии, то есть, чтобы не ставили сразу клеймо, что вот это вы от партии такой-то, вы от партии такой-то, то есть, сразу начинать, потому что это будет как защитный козырь для тех, кто будет защищать именно сегодняшнюю либеральную власть. Эта инициатива исходит от гражданского общества, и мы знаем очень много гражданских активистов, которые готовы взять лидерство, готовы работать в этом. И то, что будут, например, но из гражданского общества также состоят и партии, то есть, они могут помогать некоторыми людьми, но это не означает, что это будет иметь какую-то политическую колориатуру, то есть, никакую, то есть, это будет только от людей, и нам очень важно то, чтобы люди не были равнодушными. И вот такие подписи по 60, по 70, можно собрать вот в тех зонах, где были постройки, построены нелегально, где загородили людям свет, или там убрали детскую площадку и так далее. Там, я думаю, что по тысячу из каждой из этих дворов. Хочется разделить вашу уверенность, и я думаю, что время покажет, кто в этой ситуации прав, и мне кажется, не лишним, наверное, напомнить такую, пусть немного расхожую фразу, если хочешь изменить мир, начни с себя. Вот мне кажется, время для кишиневцев пробил час, и нужно менять мир вокруг себя, начиная менять себя изнутри. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Будем внимательно следить за тем, как будет проходить подготовка к референдуму, и еще неоднократно будем возвращаться к нашим беседам, возможностям изменить нашу городскую среду. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник Станислав Артанян и экономический эксперт Сергей Ангурянов. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»